Жители Шимкента жалуются на газовиков-аферистов. Мошенники создают юрлица с названиями, созвучными крупной газоснабжающей организации, проводят поддомовой обход, иногда угрожая отрезать потребителей от газа или выписывают чеки за проверку оборудования. При этом потребители действительно обязаны заключать договора на оказание услуг внутридомового газового оборудования. Как не нарваться на мошенников, знает Анастасия Новикова. Аферисты под видом газовиков пришли к жительнице Шимкента Ирине Аксёновой. Предложили осмотреть газовое оборудование, а после отказа впустить дом потребовали деньги наличными. Мол, выпишут чек, что с газовыми приборами и трубами всё в порядке. На мой вопрос, кто вы такие вообще, почему вы ходите, где ваши документы, где ваши договора, они пожали плечами, сказали, что у нас есть предписание, что мы должны все проверить газовые приборы. Я отказалась, сказала, что платить я не буду. В АО «Кострансгаз Аймак» говорят, недобросовестные организации открывают фирмы с созвучным названием и нередко используют поддельные служебные удостоверения. Сейчас в АО «Кострансгаз Аймак» не обслуживают внутридомовое газовое оборудование. Там отвечают лишь за подведение газа к дому. Сегодня много жалоб поступает от жителей, пострадавших, а так называемых газовиков. Они якобы приходят в дом, угрожают резать от газа, требуют заплатить за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. При этом сами услуги не оказываются. Сотрудники «Кострансгаз Аймак» не берут наличные деньги, все приходит квитанциям и оплачиваются через определенные банки. Отрезать газ при этом вправе только газоснабжающая компания. Но специалисты говорят, домовладельцы действительно должны иметь договор с организацией по проведению техобслуживания внутридомового газового оборудования. Правда, навязывать свои услуги, а тем более угрожать, отрезать от газа, частники не имеют права. Кроме того, у такой компании должны быть лицензии о наказании услуг и аттестат. Мне тоже рассказывали много случаев, когда эти договора тоже не работают. То есть договора подписываются, и в случае необходимой какой-то ситуации приходится искать других ребят, которые приезжают, быстро что-то устраняются. Приходит человек, представляется сотрудником какой-то фирмы, какого-то ТО, подписывается договор, берутся деньги. Человек не проверяет ни лицензии, значит, не делает. Не надо кормить непонятно каких людей и отдавать свои честные заработанные деньги. Приостановить подачу газа могут только в случае неисправности газового оборудования, при самовольном переносе, монтаже и демонтаже газового оборудования или неуплате.